В преддверии Хэллоуина Во многих играх начались акции в честь этого праздника В Fortnite стартовало событие Кошмары 2020 Теперь игроки, уничтоженные в сражении, появятся на поле боя в виде тени Не обошлось в этом году и без эксклюзивных бонусов Участники события могут получить тыквенную ракетницу, арбалет или ведьминскую метлу Игроки также могут получить и другие косметические предметы Помимо этого, 1 ноября состоится виртуальный концерт латинского исполнителя Джея Балвина Он представит свою новую песню, а игроки смогут получить в магазине эксклюзивный скин «Солдат танцпола» Хэллоуин не обошел стороной и другую не менее популярную онлайн-игру В шутере Overwatch до 3 ноября проходит сезонное событие «Ужасы» на Хэллоуин Кстати, оно уже стало традиционным для этой игры В этом году Blizzard порадовала игроков новыми обликами на таких героев, как Эхо, Сигма и Винстон А также вернули в игру режим «Месть Крисенштейна» Помимо сетевых игр, Хэллоуин коснулся и синглплееров В магазине Epic Games стартовала крупная распродажа в честь этого праздника Акция продлится до 5 ноября, так что у вас есть еще время побаловать себя какой-нибудь интересной игрой Выход с самой ожидаемой игры этого года снова перенесли Cyberpunk 2077 выйдет на три недели позже Студия CD Projekt Red уже отправила диски с игрой в печать, но релиз решили отложить, чтобы уделить дополнительное время улучшениям Руководители студии извинились перед общественностью и сказали, что им нужно убедиться, что каждая версия игры функционирует без сбоев Будем надеяться, что это последний перенос и в декабре мы сможем погрузиться в мир киберпанка Ведь всем так не терпится увидеть, над чем же работали проекты целых 8 лет Студия Hideo Kozima официально подтвердила, что работают над новой игрой Для работы над новым проектом токийская студия ищет специалистов по игровой механике, дизайнеров звука, художников, сценаристов и программистов По сети гуляют слухи, что Kozima может взяться за работу над возрождением серии Silent Hill Возвращение легендарной франшизы явно интересует руководителей компании, так как последняя игра Kozima не окупила себя в ожидаемой мере Видимо, идея симулятора-доставщика Яндекс.Еды зашла далеко не всем, так что в этот раз бюджет проекта будет поскромнее Ну что ж, будем надеяться, что токийская студия скоро порадует нас информацией о новой игре В Апексе стартует новый сезон В игре появится новая карта, которая получила название Олимп Однако подробностей о локации пока немного Судя по артам, новым местом битвы станет заброшенный облачный город саномалиями Олимп — это большая карта, поэтому в игре появится транспорт для быстрого перемещения по игровой локации Места в нем хватит на целый отряд С началом седьмого сезона в игре появится новая легенда Разработчики представили тренер, посвященный следующей легенде — астрофизику Мэри Соммерс по прозвищу Horizon Способности героини разработчики не раскрыли, но, судя по описанию, Horizon умеет управлять гравитацией Весьма интригующе Напомним, что седьмой сезон Апекса стартует 4 ноября вместе с выходом игры в Steam На этом новости закончились, но не расстраивайся Увидимся с тобой на следующей неделе А если ролик тебе понравился, то ставь лайк и пиши комментарий Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok